Наш утренний смузи. Банан, клубника, голубика, арбуз, ананас и апельсин. Мирон проснулся, говорит, я хочу вспомнить фигуры, я их уже забыл. И решил в шахматы поиграть. Мирон, держи твой смузи. Скорее. Ты только много. Ну, ты можешь сегодня пить, сколько сможешь. Всем доброе утро. Я уже оказалась в лесу. Решила немножко прогуляться. У нас уже, кстати, без 15.09. А в 9.30 у Мирона начинаются шахматы. Поэтому я по-быстренькому прогуляюсь и вернусь домой. На улице 15 градусов. Я одела только рубашку, штаны и сандали. И мне так приятно. Какой-то такой волшебный уют в лесу. Вчера вечером был дождь. И воздух просто фантастический. Ну, еще, наверное, потому что распустились все вот эти зеленые листочки молодые. Я все еще пытаюсь отойти от моей затяжной простуды, которая меня то отпускает, то прихватывает. Ну, вот на данный момент я уже сегодня первый день пошла гулять в лес. Это говорит о том, что у меня прибавились силы. Но, к сожалению, кашель у меня еще остался. Но мы все кашляем. И Мирон кашляет, и Витя. Я надеюсь, что это уже последние остаточные такие явления. И, наконец-то, нас отпустит. Мы заживем своей жизнью привычной. Я не планировала пройтись по росе, но так получаются. Такие приятные ощущения. Кстати, я только что вспомнила, что сегодня 9 мая. И два года назад я решилась начать снимать видео. Наконец-то задушила в себе все свои страхи, опасения. И просто начала делать. И хочется подвести такой главный итог, что за эти два года я ни разу не пожалела. Для меня открылся новый мир. Новый мир, в первую очередь, того, что я начала глубже и лучше понимать себя. Смогла посмотреть с любовью и благодарностью на свою жизнь. Поняла, чего на самом деле я хочу, чего я не хочу. И самое главное, надоело смотреть, как живут другие. И я начала жить свою жизнь. Вот, самое главное, останавливать пешки, которые идут близко. Вот тут эта пешка самая опасная. Надо ее первой остановить. Иначе она сейчас делает два входа и превратится в ферзя, например. Она сюда идет. Может быть, ты ее уже можешь скушать? Посмотри на двух ферзей. Какие можешь есть? Ага. Если она превратилась. Да-да, ты можешь съесть все равно. Теперь смотри. На завтрак приготовлю рис и гуляш из нута. Отправляю лук и чеснок в разогретое масло. Сразу закидываю специи и прогрею. Томаты. Немножко воды. Отварной нут добавляю. Довожу до кипения и буду варить 20 минут на медленном огне. Нарезала свежий салатик. Обжарю тофу на водорослях нори. Сейчас сбрызну еще соевым соусом и заверну. Все готово. Теперь я эти квадратики буду заворачивать в рисовую бумагу. Беру одну бумагу. Мочу ее в воде с двух сторон. Она становится мягкая. И в нее легко завернуть вот такой квадратик. Теперь заворачиваю в рисовую бумагу и отправляю обжариваться. Теперь обжариваю с двух сторон. Прошло 20 минут. Нутовый гуляш у меня тоже готов. Наш вкусненький завтрак. Свежий овощной салат, рис, гуляш из нута и тофу водорослых нори и рисовой бумаги. Твой ход, сынок. Опять это и же. Я один ход, потом и два хода. Да, сейчас правильно. Теперь ты и ходи, сынок. У меня два хода. Ты знаешь, как король ходит? А то мы с тобой проигрываем, сынок. Я не знаю. Нам надо что-то придумать. Нет, сюда нельзя. Тут слон. Тогда сюда. Рыби слона по-моему, потас. Рыби слона. Теперь королева против короля. Берон. Давай сюда ставим. О, королева нас съела. Все. Папа победил, мы проиграли. Я сейчас себя... Мы с Мирончиком уже собираемся скоро к Марине на занятия. Я взяла ему перекусик. Огурчики, голубика, груша, копченый тофу, хлеб и манго сушеный. Все, ты готов, сынок? Пойдем. Пойдем. Какой чудесный день. Какой чудесный день. На улице так приятно, тепло. Какой чудесный день. У нас уже сирень во все цветет. Такой аромат просто волшебный. В прошлый раз мы пропустили занятия у Марины по причине нашей семейной болезни всеобщей. И вот сегодня, наконец-то, мы идем. Кстати, в 4 часа у нас обещают дождь. Это уже через 20 минут. Так что, надеюсь, мы успеем, не попадем под дождь. И когда выйдем, его уже не будет. Мирон, кстати, так сильно любит вот этого зайчика, который Таня сшила. Он, правда, такой классный. И очень удобный для детских ручек. А потом у меня есть конвертики. Марианна, вы пока над ними здесь шествуете. Ну, бери, который приклеивается. Можешь красные тоже брать, желтые. Какие тебе нравятся. Летит-летит гитара? Нет. Летит-летит утенок? Нет. Да, учата летают, да, уточки летают. Летит-летит котенок? Нет. И вот, ребятки, построили ему домик. С чего они начали? Давайте посмотрим. Доску распилили, да? Потом что они сделали? Давайте понесли. Да, понесли. Вот они уже его сделали. Да? Приколотили крышу и палочку. Прибили к дереву. И все. Ждем скворца. Вот прилетел скворец. Кто соломку тащит в ножках, Кто пушок в носу несет. А сколько целых яичек? Три. Три. Правильно. Три. А четвертое яичко уже, видите, треснуло, и вылез маленький птенчик. Ждет, когда мама принесет ему червячков, насекомых разных. Мама с папой танцевальные. Мама полетела. Аксин. И заново здесь делала. Аксин. И точка нет. Ставик. И стоочки от сведения. Вот так делаем. Шаг в сторону. Право-влево. Самое могучее дерево дуб. Яблонька. Яблонька. Ёлка. Правильно. Сначала надо покопать ямочку и посадить вот такой росточек маленький. Потом что делать? Ухаживать. Вот, рыхлить землю. Поливать. А яблоня растет, растет. И только к осени будут. Да? Через несколько лет даже. Насекомые ползут. Ой. И улитка. А улитка, которая самая последняя. Иди поближе. Пока меня не было. Приболзли. Муха. Комар, комар, комар. Молодцы. Божья коробка. А я знаю. Где есть серебряные? Комары. Комари. Где? И гаджа есть комары. Это пчела, оса, стрекоза, бабочка. Бабочка. И что у них общего? У них у всех крылышки есть, да? Четыре крылышка. Давайте посчитаем. Усы. Правильно. Дождик прошел. Чуть-чуть еще капает. Миром побежал к бабушке, как всегда. Все, побежали домой. Ну, кстати, дождик идет, но совсем такой мелкий. Сильно не должны промокнуть. Мы все промокли с Мироном. Давай я тебе помогу раздеться. Ты промокли, мне покрыть, Маня. А я жду тебя, я жду. Боюсь, где ты... Где-то куда ты пропал, а? На ужин у нас макарошки и нутовый соус. Вот такие у нас макарошки получились. У Мирончика просто без соуса, да? С сильными дрожжами. Сыночек, ты что спать обалт? Да, у меня тоже спрашивали. Он спать хотел? Угу. Блин, 7 часов вечера, куда? Да, но я ему сказал, что ты не дома. Мирончик, малыш. Да, он устал сегодня вообще. Он и набегался, и назанимался. Все, у него день закончился. Уложили Мирона, он уснул за 2 секунды. И можно дальше лежать. Время уже без 28. В принципе, пора ему спать. У нас на завтрак смузи, ананас, апельсин, голубика, авокадо и банан. Все, ты готов? Да. Да. Все. Хорошо, что сейчас нет дождя, все мокрое. Мы пошли с Мирончиком проверять его уровень немецкого. Вот нам спуститься по этой дорожке, и вот здесь уже школа. 8.30 у нас назначено, сейчас уже 25 минут. Как раз нам даже 2 минуты не понадобится, чтобы дойти. Здесь возле школы класса МФАРТ. Дети собираются ехать куда-то. Витя уже пошли с Мирончиком в кабинет, а я тут змейку дорисовываю. Ты меня закрыл. Ты вернулся. Интервью делаешь. Что там было? Да подожди. Ну, что было? Он просто записал, спросил, когда он родился. В саде ходит, не ходит. Я говорю, нет, не ходит, потому что мы ищем. Я всю ситуацию рассказал ему, что мы ждем. Мы стоим в артелистке туда-сюда, что я и пытались, и туда, и сюда, и звонил, и кому только не звонил, и все такое. Он говорит, да, хорошо, а почему вы с ним, а что вы дома, как вы с ним разговариваете? Я говорю, на русском. А вы же хорошо на немецком разговариваете. Я говорю, ну блин, просто так тяжело мне перестроиться дома. Перестроиться, да, от головы говорю, от головы мне просто перестроиться. Дом как дом, типа, русский, а по-другому. А на улице по-другому. Ну, вам лучше постараться, чтобы с ним по-немецки разговаривать. Ему бы легче было. И что, флик нету, что ребенок должен до школы, как он в школу пойдет, нету такого, что он должен в садик пойти. Нету такого. Я говорю, как нету, я говорю, было такое. Он говорит, нет, он может дома сидеть, после дома сразу в школу, понимаешь? Вообще без садика. Без садика, но это будет тяжело им с этим. Социализироваться. Да. Он про шпрах курс что-то говорил или нет сейчас? Ну, я ему рассказал, что мы ходим, типа, байер ходим. Натурно. Турн-курс у нас есть. Он говорит, да, это хорошо. Занятия ходят, к Марине он ходит. Он играется, он тянется сам, идет к ребенку и ходит, взаимодействует, типа. Вот это ему и сказал, и все. Он говорит, это классно, это хорошо, что он такой. Он говорит, давай я сейчас с папой, папа уйдет, я с тобой посижу. Вот я сказал, нерозно, и все. Папа сейчас придет, а ты посидишь, дядька. И все. И все, вот я вышел. Понятно. Вышел наш ребенок. Короче, он говорит, он показывает хорошо, но только ему нету вот шанса, это словарного запаса. Словарного запаса у него нет. Да, сынотик? Да. Будем немецкий учить? Да. Согласен? Пойдем. Все, мы сходили, прошли тестирование. Посмотрим, что теперь дальше, придет на почту. Думали, что будет много детей, там было только 4 ребенка. Пиши букву А. Ави ауто, сынок. Вот тут начинай, вот отсюда. Какая-то пивая. Классный сынок. Для первого раза хорошо. А это бежавая пивая. А. Апфель. Скажи, сыночка, апфель. Апфель. Молодец. Апфель. 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 Буду готовить салат, отвариваю просто картошку в мундире. Для салатика я нарезала маринованные грибочки ассорти, зеленый лук, маринованные огурцы и заправлю сейчас вот таким пахучим натуральным маслом. В этот салатик добавила еще картошечку, черного перчика, очень вкусный, ароматный. У меня осталось немножко картошки в мундирах, я ее решила просто обжарить. Вот такой у нас завтрак получился, красочный, разнообразный салатик с лесными грибами. Гречка с нутовым соусом, свежий салат и картошечка обжаренная, а еще тост с авокадо и с огурцом. Мирон сегодня решил у нас отдельно сесть за свой столик, да, сынок? С папой ты отдельно. Приятного аппетита, сыночек. Мирон пошел проверил, что папа делает, папа ушел в другую комнату спать. Мы все уснули, Мирончик проснулся только что и у него уже куча дел, да, сынок? У нас уже полпятого, мы захотели кушать. Обжарила тофу, салатик, который я на завтрак готовила, гречка и овощной салат. И хлебушек наш на закваске только что испекли. Мой десерт. Это теплая свежая корочка, немножко медом полила и с молоком с овсяным. Ты уже почти все расставил? Да, все равно и все. Кто первый пойдет, ты или я? Я. Хорошо, давай. Мирон опять выиграл маму шахматы. И кто ты теперь, Мирон? Специалист. Специалист. Вот это у нас сегодня не погода. Просто дождь стеной. Я даже гулять не пошла. Но сегодня целый день дождь льет. Вот это да. У нас уже темнеет, скоро пойдем спать. Мы такой классный фильм смотрим. Бель и Себастьян. Прям не надоедает уже третью серию. Витя с Мирончиком даже... Видим? Видим на краю. Да, вы видели, как сверкало и гремело? Я думала, так вот даже... Кто-то что-то поливает сверху. Кто лагает? Прячемся, сынок. Сверкает. Где сверкает? Это Смирон, наверное. Сверкнул. Сверкнул.